Добрый день уважаемые! Всем привет! Очередное видео подобрал я в 1963 года журнал Пчеловодство номер 1. Сегодня поговорим на разные темы. Одна из них называется Воскотопки. Все знают, что без воскотопки не обойтись пчеловоду. Небольшая темочка. Какие должны быть воскотопки, что можно делать с них. Это в то время печаталось, но я немножко прочитаю. На крупных пасеках рекомендуется иметь солнечные воскотопки. Внутренний объем воскотопки должен быть небольшим. Уклон стекляной крышки достаточно крутым, чтобы солнечные лучи падали на стекло перпендикулярно. Крышка воскотопки должна иметь двойные стекла, хорошо промазанные замазкой, чтобы между ними не попадала пыль, водяные пары и разные загрязняющие вещества. Чем чище стекло, тем свободнее через него проникают солнечные лучи. Крышка воскотопки должна плотно, без щели соприкасаться с корпусом. Корпус также не должен иметь щели. Снаружи его рекомендуется выкрасить черный цвет, хорошо поглощающий солнечные лучи и способствующие улучшению прогревания воскотопки. Устанавливают ее на солнцепелке в защищенном от ветра месте. Перетапливать в ней темную сушь не рекомендуется, особенно если она содержит пергу или мед, так как выход воска из такого сырья будет небольшой. Не рекомендуется пользоваться печными воскотопками, в которых воск часто пережигают. Иногда применяют паровые воскотопки. В плиту мазывают или ставят на нее парообразователь, от которого ведут паровую трубку, воскотопку. Деревянный плотно сколоченный ящик с трубкой внизу для выпускания выплавленного воска. Не следует эту трубку, которая выпускает воск, заменять краном, так как при его закрытии в парообразователе может создаться большое давление, которое повлечет разрыв парообразователя или ящика воскотопки. В такую воскотопку можно ставить сотовые рамки. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, это вот у нас печка. Вот печь. Это сверху паровой котел стоит. Можно железный. Это вот трубка с паром поступает в котле. Вот эта вода вот находится. Вот трубка поступает в ящик деревянный. Вот это деревянный ящик. Вот тут рамки стоят как двухкорпусные. Один ряд и второй ряд. Вот плотно закрытый. А вот это вот трубка сливная. Здесь запрещается ставить кран. Она должна просто трубка стоять. А здесь ставится емкость любая, какая вам нравится, ведро или еще, как вы хотите. И вот так вот, когда нагревается вот этот паровой котел, нагревается, тут половина воды, пар поступает сразу в ящик. И сразу он прогревает, через трубку сразу вместе с паром выходит воск. И прямо в ведро. Вот такая вот приблизительно паровая система. Итак, друзья, вот такая простейшая система. Сейчас я прочитаю вам несколько вопросов, задают тут разные люди в этом журнале. И ответы. Очень интересные вопросы. Пожалуйста, послушайте немножко. Весной, после перевозки пасеки в сад, за 5 километров пчелы из нескольких ульев слетели на другие семьи. То есть, когда их выставили, при облете они перепутались и слетели на другие семьи. Целесообразно ли в данном случае исправлять силу семей путем перестановки ульев? Ответ. Да. Целесообразно. При таких слетах обычно в нескольких ульях набивается очень много пчел. Тогда как в другие их теряют. В таких семьях иногда даже остается расплод, не покрываемый пчелами. Чтобы быстро исправить такие семьи, сильную семью с налетными пчелами ставят на место ослабевшей. А эту последнюю на место усилившейся. Такая перестановка уравнивает силу семей. Однако надо стремиться к тому, чтобы не допускать слетов и налетов пчел на пасеке. Это достигается неодновременным выпуском пчел на облет и улучшением ориентиров, облегчающим пчелам нахождение литка своего улья. Надо окрашивать улья в разные цвета и с числа различаемыми пчелами. Разнообразно расставлять их, применяясь к имеющейся растительности. То есть, обратите внимание, здесь советуют, что когда вы перевезли на пасеку, все сразу улья не открываются, литки. Открываются через один хотя бы или через два. Когда эти семьи облетелись через один, тогда открываются другие, чтобы другие облетелись. Когда другие облетятся, а потом третий, когда все сразу облетаются, они, пчелы, путаются и попадают в другие семьи. И получается в одной семье много, а в другой семье мало. Сколько времени может прожить семья, если в ней не будет матки? Задан такой вопрос. Ответ. Это зависит от времени сезона. Семья, потерявшая матку осенью, обычно плохо зимует, беспокоится. Особенно к весне, в результате чего выходит из зимовки ослабевшая семья и погибает в течение 1-2 месяцев. При потере матки весной семья живет долго. Дело в том, что, как показали исследования Маури Цио, в то время он был известный пчеловод, пчелы летом живут сравнительно короткое время, 35-45 дней, главным образом из-за того, что интенсивно выращивают расплод. Пчелы, которые не кормят расплода, живут несколько раз дольше. В безматочной семье пчелы лишены возможности выращивать расплод, и это удлиняет срок их жизни. Сильная семья, потерявшая матку весной, может дожить до осени. Понятно, что к осени в ней будет пчелы мало, и они будут старые, не способные выращивать расплод. Безматочные семьи надо исправлять при первой же возможности. Если же приходится исправлять застарелую безматочную семью, то ей надо предварительно дать несколько рамок со зрелым печатным расплодом, чтобы пополнить молодыми пчелами. Подсаживать матку в такую семью надо с большими предосторожностями, так как старые пчелы плохо принимают маток. Хочу добавить еще, если эта семья оказалась без матки и длительное время, тут сказали добавить зрелый расплод, чтобы пояснять для чего. Для того, что старые пчелы, они не могут выкармливать расплод. Хотя вы туда поставите самую золотую матку, но семья долгое время не имела матки, пчелы застарелись. Как говорится, может месяц, может полтора, они застарелись. И так сказать, это особенно после зимы. Пчелы эти старые уже зиму пережили и по весне месяц не имели. Такая семья практически невыгодно ее исправлять. Но если хотите, то можно поставить туда расплод. И когда расплод выйдет, печатный расплод. Пчелка молодая, она начинает где-то на десятый день уже начинает продукцировать молочко. К такому времени нужно и подставить туда маточку. Следующий вопрос. Сколько меда расходуется в средней семье в течение года на выращивание расплода и корм пчелам? Ответ. Подсчитано, что в течение сезона на жизнь пчел и выращивание расплода средняя семья расходует 60-90 кг меда. В сильной семье расход корма может возрасти до 120 кг. Вопрос. Как влияет на пчел различные звуки или музыка? Ответ. Несомненно, пчелы обладают способностью воспринимать звуки, шумы. Хотя у них не обнаружен какой-либо специальный орган для их восприятия. Звуки, издаваемые пчелами во время полета или на кормушке, привлекают других пчел. Гул безматочной семье привлекает маток. Гул, вызываемый беспокойством пчел, передается в соседнем семье. Матки при роении издают звуки, воспринимаемые другими матками. Полагают, что звуковые колебания воспринимают на отчисленные нервные клетки и чувствительные волоски, разбросанные по поверхности тела пчелы. Пчелы реагируют лишь на звуки, имеющиеся для них какое-либо биологическое значение. На музыку они не реагируют. Итак, друзья, и еще небольшое интересное, так сказать, называется Ивовый взяток. Все знают, что Ивы дают пыльцу, ну а Ива дает и мед. Ив насчитывается больше 170 разновидностей. Я сегодня зачитаю небольшую статейку об одной Иве, которая называется так. Первое место по распространению и обилии взятка надо отдать Ива Бредине или Козьей Иве. Почему она Козья называется? Потому что у ней пыльца похожа, знаете, как у козы, пух, завернута, закручена. Я сейчас покажу вам, как она выглядит. Вот, смотрите, видите, вот это вот, видите, как она завернута, это вот, и вот сережки эти, это вот, как говорится, висят пыльцы. Это Козья Ива, она просто смахивает на козочку, так сказать, закрученная. Вот, где она распространена, сейчас прочитаем, где она распространена и что она дает. Ива Бредятина. Широко известный высокий кустарник или деревца высотой от 2 до 6 метров. Листья морщинистые, крупные, яйцевидные, по краям волосисто-городчатые, сверху темно-зеленые, снизу все серовато-волочные. Сережки, крупные, сидящие длиной до 45 мм, с двумя тычинками лимонно-желтого цвета. Цветет на юге, в марте, в средней полосе, в апреле. Очень медоносно, особенно на хорошо проницаемой, с умеренной влагой почи. Мед с нее золотисто-желтого цвета. В садке кремовый, мелкозернистый. Медопродуктивность зарослей в среднем 150 кг с одного гектара. Обножка серо-желтая. Особенно ценное свойство козьей ивы заключается в том, что она дает нектар и пыльцу ежегодно. Кроме того, взяток с нее устойчив даже в неблагоприятную весну. В местностях, где имеется ива-бредятина, наряду с другими видами ивовых, можно быть спокойными за то, что семья пчел будет хорошо развиваться и запасется свежим кормом. Довольно часто в таких местностях пчелы собирают с ив по несколько килограммов меда. На пасеке Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева был случай, когда во время цветения ивы пчелы приносили по одному, два и более килограмма нектара в течение одного дня. Даже на далеком севере, по нижнему течению Двины, где ива-бредятина вообще единственный медонос, в благоприятные годы она дает по 4 килограмма меда на пчелиную семью. Один пчеловод Костромской области сообщает, что некоторые годы во время цветения ивы бредятины контрольный улей показывал прибыль до 6 килограммов, а сильные семьи за 5-6 летных дней собирали до 24 килограммов. Выставляют пчел здесь всегда до цветения ивы. Пчеловод Аточкин, это Алтайский край, писал также, что на пасеке Алтайского молочного техникума контрольный улей в один из последних годов во время цветения козьей ивы, после выставки пчел 9 апреля уже со следующего дня стал показывать прибыль, и сильные семьи за 6 дней дали по 13,5 килограммов прекрасного меда. Ива-бредятина, бредина или козья, если ее нет в природе, очень пригодна для единичных посадок близ пасеки. Но надо иметь в виду, что черенками, как это принято для большинства ив, она не разводится, а только посевом семян. Семена созревают в начале лета. По достижению спелости их, по возможности, сейчас же высевают без заделки на посевные грядки, которые располагают на влажном месте и в тени. Всходы появляются через одни-двое суток. После пересадки двухлетних сеянцев на постоянное место ряды их необходимо оберегать от сорняков. Вот такая вот маленькая информация. Очень полезная, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии. Мне будет приятно видеть ваше, так сказать, спасибо, если вы напечатаете. Удачи вам, до встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok